Пять подрядных организаций Кустаная, которые обслуживают территорию города, уже вовсю готовятся к зиме. По данным отдела ЖКХ, в зимний период в областном центре будет задействовано 387 единиц техники. Подрядчики в этом году закупили новые машины, в том числе и одну снегоплавильную. В Акимате отмечают, что сил и техники у организации сегодня достаточно. Хотел бы обратить внимание на припаркованный транспорт вдоль дорог в ночное время, которое создает неудобства при проведении работ по очистке и вывозу снега с прибордерной части. Наряду с этим отделом ЖКХ совместно с МПС отработал вопрос по установке дорожных знаков. Парковка запрещена по отчетным и нечетным числам. Это по улицам Фролова, Наримановская, Микрорайон и Белеми. В текущем году планируется установка аналогичных знаков по улице Чехова, Толстого и проспекту Назарбаева. Это возле оружейной палаты. Это поможет беспрепятственно и качественно очищать улицы от снега. Нарушителей будет ждать штрафстоянка. Будут стоять, будем на эвакуаторе вывозить, будем штрафовать. Это будет такая проблема, будет возмущаться. И самое главное, первые нарушители будут, которые будут в суд обращаться, будут в СМИ обращаться и так далее. Но это демонстративную работу нужно провести. Как вы научите, все, это будет тоже железное. Что касается наледи на тротуарах и дорогах, то с ней будут бороться по старинке. Сыпать пескосолянную смесь. Если мы сыпать не будем, завтра будут травмы. Травмы там еще могут быть с большими последствиями. Поэтому ничего страшного, обратно хочу сказать. Сейчас будут делиться люди наполовину, кто говорит сыпать, кто говорит не надо сыпать. В Европе там что-то делают. У нас погода разная. Мы равняемся на свои возможности и на свои климатические условия. Поэтому там имейте в виду, пескосолянная смесь, если она должна отрабатывать, должна она отрабатывать. Глава города также обращается и к председателям ПКСК ИОССИ подготовиться к зиме заблаговременно. Приобрести весь необходимый инвентарь, снегоуборочные машины, лопаты и так далее. Каждую неделю специалисты отдела ЖКХ совместно с местной полицейской службой будут проводить рейды во дворах многоэтажек. Если очищать территорию от снега, обслуживающие организации не будут, то их привлекут к административной ответственности. Виктор Ваташко, Алияда Смагомбетова, РТН.